МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благословенный край Карелия. Еще школьником я зачитывался литературой об этой удивительной стране, тысячи озер и громадного лесного пространства, и мечтал туда попасть. Наконец, в 90-х годах моя мечта реализовалась. Помимо всего прочего, что говорилось о Карелии, тому упоминалась карело-финская лайка. Мал златник, да дорог, так говорят об этой собаке. Я хотел познакомиться с этой породой, и если подвалят счастье, поохотятся с ней. Каково же было мое удивление, когда в Оланецком районе, откуда собственно и утверждают, что пошла эта порода, я увидел к своему удивлению разномастных, напоминающих дворняжек, рыжеватых собак, которые местные охотники называли карело-финскими лайками. После расспросов я узнал, все, что водится в карельских лесных поселках, все собаки называются карело-финскими лайками. С представителем этой замечательной породы мы встретились зимой в угодьях одного из охотничьих хозяйств. Собаку зовут Шаман. Ему 11 месяцев от роду, но он уже обратил на себя внимание отличным экстерьером, соответствующим классическому стандарту породы. Ну и, конечно, особым обаянием. Я уже упоминал о том, что чистопородных карельских лайек не часто встретишь даже в самой Карелии, поэтому возможность пообщаться с ней в средней полосе России это уже событие, во всяком случае, для меня. Итак, стандарт породы таков. Собака рыжемастий, со светлым подпушьем хвоста, поднышек и груди. Роста среднего и ниже среднего. Самая мелкая из всех пород лайек. Высота в холке у кобелей 40-50 сантиметров, у сук 38-46. Конституция сухого и крепкого типа. Подвижная, темпераментная, жизнерадостная лайка. Она не терпит грубого к себе обращения и очень привязана к хозяину, недоверчива к незнакомцам. Имеет хорошо развитую страсть к охоте. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно породу карельской лайки? Переехали с Камчатки, решили тут тоже... Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно породу карельской лайки? Переехали с Камчатки, решили тут тоже... Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно породу карельской лайки? Переехали с Камчатки, решили тут тоже... Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно породу карельской лайки? Переехали с Камчатки, решили тут тоже поохотиться, по лесу ходить. Хотя в лес ходить без собаки неинтересно. Чистоплотная, нрав хороший, по насту хорошо идёт. Обратились к хозяину, посмотрели, цвет понравился. Вот он, красавец какой. Хорошо, как апельсины на снегу, да? Ну да, заводная. Ну, возможно, есть погулять возле дома. Лес рядом, поэтому он у нас такой. То есть, любимец семьи? Ну да, уже. Ранее эти собаки назывались карело-финскими лайками. И самое интересное, что во многих информационных сетях, когда запрашиваешь сведения о карело-финских лайках, все утверждают, да и большинство во всяком случае, особенно финские кинологи, что это финский шпиц. И ведут такую агрессивную пропаганду, что это в чистом виде финский шпиц. А что касается истории происхождения породы, пишут, происхождение породы неизвестно. Но это же не так. Порода у нас формировалась, как наша отечественная порода, как сначала карело-финская лайка. Это со времен войны. Войны. Много было у нас карелия. Да. Это наша, так называется. Советская карелия. Советская карелия. Да, и собака, это самая мелкая из лайок, из всех пород, отечественных лайок. Собака отличается тем, что, ну, хорошо работает по буровой дичи, глухарь, тетерев, птичный. И не только пьет, по медведю хорошо работает. Многие собаки хорошо работают по медведю. По лосью работает. Но до глубокого снега, пока не впрывает. Поскольку она самая низкая. Иногда попадает след лося и кричит от того, вы помоите выбраться. Вот такой у меня случай. А так, собака пользуется популярностью, заслуженной славой у людей городских, которые выезжают в основном куда? Грибы. Грибы, охота по буровой дичи, охота на овсах, по медведю, скажем, там добрать людей. То, что в карелии практикуется постоянно. То, что постоянно. И когда отпуск берет, человек, работающий в городе, он выезжает на промысел зимой, когда по пушному зверю, отдохнуть. Вот в этих случаях она незаменимая. Она маленькая, она доверчивая, преданная собака, мало ест. Да, судя по размерам, может быть, шаман и мало ест. Но, как говорится, корм-то в коня. Энергии и отваги у этого крохи хоть отбавляй. Мой знакомый карельский охотник Василий из села Куйтиша однажды остался жив благодаря своим двум лайкам-карелкам. По осени он охотился на боровую дичь. Да неожиданно наткнулся на раненого медведя. Его заряды с мелкой дробью только раззадорили зверя. Медведь подмял Васю и стал рвать. Все бы кончилось плачевно, если бы не его рыжие песики. Они сели медведю на загривок и болевыми хватками отвлекли на себя. Позже Василий показал нам страшные шрамы на спине от медвежьих когтей и зубов. Он на всю жизнь остался верен своим спасителям. Собак других пород он просто не признавал. И мы с ним не раз получали удовольствие от охоты с его рыжиками. А шаман, шаман, как и полагается, занят делом. Я, когда тоже обратился к специалистам и задал несколько вопросов по карелло-финским и теперь карельским лайкам, мне сказали, что собака настолько чистоплотная, что шерсть у нее не пахнет для содержания в квартире. Вы знаете, она пахнет, но она как-то специфически, вот ароматно пахнет. Рекомендуют их мыть не реже двух раз в год. Их просто вычесывают, тримингуют, что для квартир, для квартирных условий очень удобно. Но я хотел бы остановиться вот на чем. Только скоро мы заговорили об истории возникновения этих собак. Да, советская Карелия, там разводили этих собак с времен, когда у нас и Финляндия входила в состав Российской империи. И финские бароны, когда приезжали, у них были на территории Карелии свои поместья, уходя, они привозили финских шпицер, действительно. Но кроме финских шпицер в формировании породы участвовала карельская лайка. Есть еще карельская медвежья лайка. Вот там произошла эта гибридизация, когда несколько линий разных пород вместе, как говорят, сошлись в одной, в этой чудесной породе. К этим собакам очень уважительное отношение. Действительно, как члены семьи. В семье, вот сейчас Алексей рассказал, ведет себя очень хорошо. Это привязанность, все. Но самое интересное, что каждой породе присущ свой характер. У этих собак, что меня подкупает всегда, у них именно такой нордический, выдержанный характер. Они очень настороженно относятся к посторонним людям. Не очень уживчивы с домашними животными. Если их сразу не приучить, то будет постоянная агрессия. Настырность и настойчивость, с которой она работает по птице и зверю, она просто заслуживает аплодисментов. Хотя мне, конечно, было неприятно. Я привез в Карелию пацаны хутор, пельковый, весенняя охота, чтобы посидеть на ламбе, поохотиться на селезни. И я этих уток ночью закрыл в гараже. А в Карелии, вы знаете, как гаражи строят? Из бруса. И пол тоже из досок. Почему-то нескольких досок не было прибито. У моего товарища две было карело-финские лайки метиски. Почему? Потому что в чистом виде карело-финских лайок в Карелии не встретишь. И вот они несколько раз при мне проявили интерес к уткам. А ночью, воспользуясь тем, что никого во дворе не было, они подкопали под гараж, выбили доски, залезли в гараж и подушили уток. С одной стороны, это похвально. С другой стороны, я бы, конечно, не зачарован. Ну, если ты выбрал собаку, будь здоров гулять с ней и тренировать. Разумеется. Потому что, вот у меня был случай, у меня овчарка, щенок еще. Мы охотники, ее взяли с собой, водили, водили. Пытались, чтобы она зайца, ничего не получилось, не хочет она. Вот она бежит в метре с зайца, не хватает его. Это борзая была? Овчарка, овчарка. А потом, она куда-то хлоп, исчезла. Где ты, слышим, вой подняла? У-у-у-у! Давай сюда! Ань, я-я-я-я-я! Нет, 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 больше не буду. Он подумал, наверное, что здесь мы, здесь звери. И с тех пор собака вот бегает, всех проверяет, сели на месте. Ну, надо, шаман, нельзя. Возбудимый. Понятно. Значит, ну, настала пора пройтись по лесу, посмотреть. Может, нам повезет, либо норку, либо куницу мы можем здесь увидеть. Давайте пройдем, посмотрим, как он себя ведет в лесу. Вот, я понимаю, что сейчас день. Возможностей реальных перевидеть куницу у нас не будет. Но, тем не менее, ведь всякое может случиться. У нас задача стоит не показывать охоту, а рассказывать о породе. О, боже, какой ты мальчик. Нет, я не буду. Не буду. Да, пес действительно продемонстрировал свой неуживчивый характер и недоверие к незнакомцу. Такие качества свойственны этой породе. А как иначе? Север не любит фамильярности и неосторожных резких движений. Своим рассказом о случайно попавшей на охоту овчарке, что никогда не следует делать даже ради эксперимента, Алексей подтвердил известную пословицу. Рожденный ползать, летать не может. Пусть овчарки служат и охраняют. А карельские лайки ищут, находят, облаивают зверя и добирают под рангом. Что и пытается нам продемонстрировать красавец-шаман. Потеряться и запаниковать он просто не может. Генетика не позволит. Да и как иначе? В карельских деревушках их и выводили и содержали вовсе не для голой эстетики. Лайка, прежде всего, должна служить хозяину и их общей цели. Искать и добывать дичь. Наша прогулка по лесу пока не привела к должному результату. То ли зверя поблизости не было, то ли опыта у нашего четвероногого героя маловато. В общем, мы решили дать ему возможность немного успокоиться, а самим побеседовать. Ну, попадается медведь, работает по медведю. Попадается лось, облавит лося. Тем более, что они мелкие. Зверь их не очень боится. Стоит на отстой. Охотник подходит. Имеет возможность хорошо прицелиться по месту и сделать прицельный хороший быстрый. Ваше мнение по поводу работы этих лаек? Немножко посреди с западно-сибирским, восточниками, русскими отличаются. Ну, как правило. У них, да, дома они спокойные. Но страсть к охоте иногда их подводит. Значит, это тоже белка, тоже глухаря. Иногда прыгает на дерево, грызет сучья лапами и тронет. Зверь, когда сидит спокойно, она начинает царапать, лезть на дерево, не выдерживает. Птица уходит, зверь перепрыгивает. Куница уйдет на следующее. Ну, как правило, эти лайки корейские, которые были у нас, которые мы испытывали, отличаются вот эти, по сравнению с восточника, по крайней мере. Более так, до зверя страсть подводит их. Лишняя страсть к зверю, к птице. Они в этом отношении, ну, может быть, потому что они поменьше, они, говорят, маленькие, тем меньше, тем не злее. Каждый народ подбирал себе собаку по тем природно-климатическим условиям в своем регионе и по тем объектам охоты, которые существуют в их регионах. Вот Карелия славится обилием птиц, боровой дичи, пролетный гусь, утка и так далее, и местные, которые там останавливаются. Поэтому, скорее всего, вот это повлияло и на формирование этих собак, как в основном работающих по боровой дичи. В беседе с Алексеем я узнал, что шаман, как представитель породы и житель города, неуживчив с домашними животными, трудно сходится характером с новыми для него существами, что мне только что довелось испытать на собственной шкуре. Но вместе с тем он каким-то неведомым образом способен угадывать настроение хозяина и грядущее развитие событий, предвосхищая при этом возможные негативные последствия. Так, например, однажды, находясь в доме, шаман вел себя слишком шумно, чем засаждал Алексею. А тот вознамерился бросить в шамана тапком, чтобы утихомирить собаку. Однако этого не потребовалось. Пес резко прекратил игру и лай и тихонько ушел в свой угол, даже не услышав от Алексея грубого окрика. Но в случае незаслуженной обиды карелы могут надолго игнорировать обидчика. И восстановление мира будет возможно только после искренних извинений виновника. Эти качества и особенности поведения карельских лайек отражены в сведениях о породе. Невежливый к ним подход или обращение, как с пушистыми игрушками, тут же приведет к проявлению весьма строгого характера. А вот агрессия к домашним животным, если, конечно, с измольства не прививать псу учтивость, может обернуться конфликтами с соседями. Охотничьи собаки, как говорят аксакалы, не должны быть скотинниками. Где и какие питомники сохраняли стандарт этой породы, сохраняли внешний вид и как сейчас происходит развитие породы карельских лайков? Сейчас в значительной степени развитие породы определяет городские охотники, которые выезжают в отпуск, в отпуск, совмещаются с рыбалкой, с ягодами, с рыбами, выезжают на месяц до глубокого снига. Они как промисловые, у них более удобно. А содержат они уже в городе, для городских условий, для содержания в городе, они более удобные, чем крупные, западники, чьи восточники, более аккуратные, аккуратные и с ним мороки нет, не тяжелые, можно под лавку спрятать, если надо, рюкзак посадил, можно в рюкзаке перевезти, носят рюкзаки, я видел, когда глубокий снег, рюкзак большой, когда-то морда оттуда выслал, лишь спокойно сидит, они есть около 15 килограмм, ну, максимум, нужно. Хорошо по-насту идёт. Да, когда-наст, она хорошо идёт. Я обратил внимание на её лапу, у неё лапа такая узкая, нераспущенная, как у зайца, да? И это между пальцами, у неё шерсть. Я знаю, шаман у нас юность планеты, ему всего 11 месяцев, но я слышал, что он уже был нахлепе. Мы гуляем по лесу в районе Рамоне, в Сибелке, наши. В смысле, добывает или облаивает? Облаивает, существенно. Облаивает, ну, её добыть-то проблематично. Голос звонкий такой, сразу видно, что это белка. Вот чем лайками всегда отличается, вот это их голос звонкий по белке, это классика какая. Если она по белке работает, слежка по белке, да, по деревне бегает, то следит, по кунице будет работать. И раньше мы с такой и начинали подготовку кунищниц, соболятниц с белки. Потому что днём-то бегает белка, куница и соболь. Соболь-то ещё ходит днём, а куница только ночной хищник, он на ночь ходит. Ну, он молодой, молодой, конечно, из-под него ещё зверя не убивал. Поэтому, а когда зверя убьёшь, они сразу всё понимают, и ему уже дальше объяснять ничего не надо. Они работают самостоятельно. Ну, его внешний вид ещё поступает тем, что многие птицы, это боровая лечь, в частности, глухар. К нему относятся очень спокойно, сидят на ветке и рассматривают его. Потому что он и свои размеры, и своими размерами, и поведением не страгивает птицу, не спугивает её. Вот что хорошо. Потому что крупная собака, естественно, когда она активно облаивает, да ещё лапами становится на дерево, конечно, птица улетит, тем более глухая. Вот, из-под этих собак достаточно успешно добывают глухаря. В далёкие времена Сабанеева, карельских лаек, да и шпицов серой пепельной масти использовали для охоты на гусей из коротка. Суть этой охоты основывалась на генетической неприязни диких гусей песцам и лисам в местах гнездовий. В то время, когда хищники нагло уничтожают их кладки, сгоняя птиц с гнезда, гуси, как правило, поднимаются на крыло и сверху пикируют на разбойников, пытаясь их отогнать. Зная это, охотник разбрасывает перед скоротком мелко нарубленную приманку и в момент налёта гусиной стаи выпускает из укрытия маленькую собачку, которая, подбирая лакомство, бегает между чучел, тем создаёт обстановку разбоя, знакомую гусем. Те снижаются и проводят что-то вроде атаки на собаку, принимая её за песца или лисицу. Это и нужно сидящим в укрытии стрелку. Повторю, что узнал о таком способе добычи гусей у Сабанеева. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но Леонид Павлович признанный авторитет среди классиков охоты. А сейчас мы видим, насколько поведение шамана на лугу похоже на повадки лисицы. Минус этой роды, да, птица не пугается, зверь не пугается. Охотники, цвет лисий попадает под выстрел. Неопытных охотников часто, особенно в главных охотах, у лиси, и вот выскакивают рыжие, попадаются под выстрел. С горяча? С горяча стреляют, попадают под выстрел. Это минус, они же только рыжие окрасы, другого окраса у них не бывает. Особенно у молодых охотников, желающих как можно скорее добыть трофей, из камыша высовывается, вот такая симпатичная мордашка, они не обращают внимания, что у него нет белых щек под пушкой вот этого лисиева. Могут просто-напросто встречать, действительно, здесь люди. Поэтому купили костюм на него. Ярко-оранжевый? Не ярко-оранжевый, но синий такой, одевая там, одни лапы там, кончики торчат. Кого послушание? Как он управляем? Ну, я скажу, что с ним надо трудиться. Как с другой, с другой собакой, не столько, ну, прочитал, конечно, что не требует. Пришлось запастись терпением, не команды выполнять. Ну, сейчас, по крайней мере, уже сидит. Мои знакомые, у кого тоже есть карельские лайки, они мне рассказывали, что это собаки очень злопамятные и не терпят грубого к себе обращения. Да. Никакой грубости. Моментально обижаются и могут делать что-то даже на зло хозяину, чтобы дать понять, что хозяин поступил неправильно. Так ли? Если хозяин нервный, проявляет нервозность, нетерпеливость, это не его собака. Да, это его категорически нельзя. Это плохо не только для собаки, но и для домочадцев. Поэтому собака это еще, так сказать, такой хранитель спокойствия в семье. Следующий раз, когда вы будете брать, вот отличие кобеля и суху, вот когда работаешь, утром выводишь, и во время обрез, надо его спешить. Сука сразу вышла, все дела поделала, один раз присела, все. Это пока не обойдет все мокрые точки. У тебя уже нервы на пределе. И спешишь, за звонок будет, да проходной проходить, а он все пообходит. Это уважение к себе он показывает. Если он вышел, он должен положенное время отгулять. Вот такой у него финский характер. Если его в клетке содержать и мало гулять, он, конечно, будет убегать, и хозяин будет долго за ним бегать. А ограничение свободы это не проедет? Нет, это вот конкретно с ними они должны знать, ну, часа три. Вы знаете, он легкий, ему три часа как минимум. Вот смотришь, три часа прошло, я и на велосипеде с ним ездил, через три часа он только начинал уставать. А так выйдешь на полчаса, его тяжело потом подозвать, чтобы он узнал, что идет хозяин домой. А это подтвердение слов Алексея. Мы уже полдня в лесу и заметно подустали. Но шаман, как сгусток энергии, продолжает прошивать крепи рыжей молнией, нисколько не показывая усталости. А он, тем не менее, прошел втрое или даже в пятеро больше расстояния, чем мы. Нестомчивость, как говорили старики, важное качество собак. Есть еще один момент, к которому я давно-давно уже определился. Когда я выхожу с собакой, три часа ночи там хожу, я стараюсь, и даже когда коллективный охотник, никогда не сяду в машину, когда моя собака где-то в поиске. Сел в машину, следом дошел, по-моему, следу, у него уже задача для него уже тяжелая. След кончится, где хозяин? Поэтому хозяин, собака, должна всегда знать, что напоследок свой хозяин и найдет. И самое главное, это проявляется в поведении собаки. Она чувствует какое-то предательство со стороны хозяина. Она начинает все-таки заискать, мол, меня бросили, оставили здесь. А эти собаки, как о них рассказывают и пишут, это более тонкая психика, способная чувствовать и даже, как сказать, угадывать события наперед. Помните, в начале передачи я заметил, что встреча в наших краях с карельской лайкой почти событие. Вот здесь, на одной из региональных выставок лайк, моя реплика становится понятной. Да-да, представителей других пород много, больших и разных, зрителей хоть и отбавляй, а шаман в гордом одиночестве. Но это ни в коей мере не умаляет его достоинств. Судьба быть одиноким на ринге и вне его подчеркивает исключительность собаки. Да и не только ее, но и породы в целом. К этой пружине с рыжиной прикованы взоры тех, кто понимает ее достоинства. Он деловит и грациозен, и, кажется, осознает свою исключительность. И, конечно, эксперты заранее благосклонны к этому симпатичному малышу в миру, а в будущем к гладиатору и добытчику на охоте. Он, несомненно, смущен от присутствия такого количества людей и собак. Это смущение даже распустил свой бублик. Но это только подчеркивает его тонкую натуру. А сейчас шаман имеет право почувствовать себя чем-то вроде заезжей знаменитости в наших краях, поскольку многие из посетителей выставки только слышали об этой породе, но никогда не видели таких красавцев. Ну что ж, смотрите, завидуйте, умиляйтесь от увиденного. Как вы думаете, какую оценку получил шаман? Конечно, самую высокую. Малый золотник додорох. С этих слов я начал свою передачу и хочу ее подытожить. Действительно, мы многое узнали о породе карельская лайка. Эта собака уникальна по своему характеру, психике, привязанности к хозяину и перспективе возможности доставлять радость на охоте. К сожалению, мы не смогли показать вам должной работы шамана, поскольку ему всего 11 месяцев, и у него впереди полная тревог, надежд и радости жизнь, связанная с охотой. Пожелаем ему удачи, а вам сделать правильный выбор щенка. И как знать, может быть, после этой, если можно так сказать, презентации, ваш любимец будет иметь ярко-рыжий окрас, острые ушки и хвост бублика. Субтитры создавал DimaTorzok